я начал уже без меня я начал уже без меня ну что давайте тогда звонить в студию Вову Филиппову, у него как раз сейчас там ночь Новый год почти Вову Филиппову у нас сейчас в Красноярске поэтому у него уже 12 ночи, уже следующий день наступил он сказал, что он готовился к этому эфиру как к Новому году чуть поспал перед ним чтобы оставаться с нами до конца возможно у него сейчас будет оливье, шампанское, посмотрим на что он гораст ну, поехали так, как у нас это Вову Ф есть Владимир Добрый вечер Почти что Вы прямо подготовились Плохо слышим Блютюса включи Куча леток над головой У нас плюс 30 сегодня было Плюс 30? Да Тебе не жарко в костюме? Ну, я готовился я потерплю Я потерплю Что-то плохо слышно Плохо слышно, Вов очень тихо Так Не мог бы ты покричать? Я мог Я старался громче говорить Ребята Зрители, вы слышите Вову хорошо или тихо? Сейчас нам ответят Потому что у нас Нормально Нормально Ну, значит, мы Просто Окей, спасибо, Антон Ну что, Вов Во-первых Во-первых, привет Рад тебя видеть Вот Ты весь такой красивый Я надеюсь, что это Виски Ирландский Правильно? Это Бурбон на кураге Когда Эндр приезжал сюда В Красноярск Он сказал Это компот Но очень вкусно Кстати, помню Последний раз Когда мы были В Красноярске Вы нас Вводили В такое В такое заведение Где там Как раз-таки Ты меня И познакомил Вот С данным напитком Да Совершенно верно Они сейчас На вынос работают? Ну Да Как и все Все мы на вынос? Окей, Вов Ну давай мы начнем Тогда Ты начинал свою карьеру В далеком Красноярске Вот Где, собственно, и сейчас Находишься Вот И сейчас Ну, в принципе Не сейчас А давно Бытует такое мнение Что Танцорам Из Глубинки Или Из Удаленных Городов От Москвы Естественно Нашей столицы То им вообще В принципе Не дано Пробиться В танцах Но Мне кажется Ты особенно В паре С Полиной Казаченко Да? Знаешь, что Да Я слышал Я с моим знакомым Вот Вы Начиная С Ювеналов Ну вы В принципе Ваша танцевальная Карьера Продлилась Достаточно Долго Десять лет Вот Я Имею честь Быть всего лишь Вторым партнером Полина Казаченко Вот Но вам Удалось Все же Пробиться В Я бы сказал В мировую Элиту Танца И Оставив за собой Так скажем Какой-то след Потому что Как и Саша Выкладывает видео И Много есть на Ютубе Вашего танцевания Да И до сих пор Саша По-моему Даже выкладывал Какое-то видео Там Лет 2005 Или 2006 15 лет назад И Как бы Учитывая Что вы тогда Танцевали По молодежи Это до сих пор Очень Ну даже не очень А Более чем Актуально Вот Вов Ты можешь нам Вообще Рассказать Свою Предысторию У кого Ты Учился И вообще Как начиналась Твоя танцевальная Карьера Да В первую очередь Хотел сразу сказать Что Женя Ты прекрасный Интервьюер Уже Не первый Фильм Ты говоришь Что я очень Медленно Разговариваю Нет Это самое Саня Спасибо тебе Большое За видео И вообще За твой Паблик Ну Сразу скажу Что я думаю Что как у многих Людей Которые Не родились В Москве Есть определенное Чувство того Что хочется Выбраться куда-то И вообще О себе Дать знать Я думаю Что мы с Полиной Не исключение И особенно Занимаясь танцами Мы начали У Илены И Валентина Иценко У которых Я и продолжаю Работать в клубе Чему Мы оба Благодарны Нас научили Очень много Заниматься Бэйзиком Любить его И я думаю Что это Повлияло В дальнейшем На вообще Развитие Наших танцев И Естественно В тот момент Когда мы танцевали В Сибири Была Очень хорошая Конкуренция На самом деле Наверняка Все знают Валю Решетникова Диму Матвеева Андрея Филиппова Рома Ковган Это отдельная Будет история Тоже про турнир И Конечно У нас были Самые Главные Задачи Естественно Мы хотели Всегда Любой Турнир Выигрывать Ну слушай Я на самом деле Думаю Что Это Имеет Место Быть И сейчас Что Достаточно Очень много Талантливых Перспективных Ребят Сейчас Которые Танцуют В Сибири Просто В силу Чего-то Мы Возможно В силу Разделения Федерации И так далее Но Почему-то Сейчас Очень Так Они Не Проглядываются Да Я думаю Что Это Одна Из Причин И К сожалению Я Очень часто Бываю на Турнирах И вижу Насколько Ребята Перспективные Но Со временем Они теряются И идут Немного В другое Направление Но Я Опять Таки Надеюсь Что Это Лишь Такой Этап И В скором Времени Это Изменится Потому Что В Сибири Очень Много Талантливых Ребят Расскажи Пожалуйста Как ты Встретился С Полиной Как Прошла Ваша Первая Тренировка Первый Турнир Где Это Был Турнир Как Проходили В то Время Турниры В Красноярске И Возможно Где-то Выезжали В другие Города Да Конечно Полинка Привет Тебе Значит Ну В первую Очередь Турниры Я Я Я танцевал С одной Девочкой Ну Естественно На Красноярском Уровне И Наша Первая Тренировка Была Я Ещё Должен Был Танцевать С девочкой По имени Лена Вот Я Полин Не буду Брать И Наша Наши Так скажем Пробы Конечно Это никакие Не трай-аут Не пробы Просто Мы пришли И нам Сказали Давайте Венске Вальцинцевы И Это было Это очень Было Неудобно Мягко Выражаясь Вот Но В дальнейшем Это как-то Так Срослось Всегда Было Неудобно Там Только Какие-то Отдельные Турниры Были Прямо В кайф Но Короче Говоря Мы Через Месяц Поехали На Турнир Новосибирск Полинина Родители Купили Рейтинговое Платье И Но Они Не знали Что Рейтинговое Платье Должно Ити Вместе С трусами Вот Оно Шло Отдельно У нее Подымались Плечи Как у Меня На Пиджаке Сейчас Это Первое А второе Не было Трусов И Благо Полинин Папа Он Пошел На районе Где-то Нашел Трусы Плавательные Мужские Которые Были В шашку Вот И Он Эту Шашку Синюю Платье Было Синее Он Это Стоял Ручкой Зарисовывал Это Было В лестничном Проеме И Я Помню Я Каким-то Образом Выхожу И смотрю Стоит Полина Ревет Я думаю Что такое Первый Турнир Стресс Всякое Может быть Нам До Этого Не говорили Что Нужно Поклон Делать Еще Что То Реально Месяц Только Вариации Сделали И Сразу Давайте В бой Но Все Благополучно Прошло На самом Деле Я Помню Что Было Все Здорово Мы Заняли Второе Место Дальше Был Турнир Когда Мы Должны Были Станцевать Мы Вообще В принципе Старались Много Турниров Старались Много Посещать Тем Более В Сибири Всегда Много Турниров И Мы Должны Были Станцевать Турнир В Новосибирске Который Станцевали Кажется Это он И был Точно Не помню А потом Должны Были В ночь Переехать На микроавтобусе В город Томск И Как раз У нас Было Несколько Пар Пары Четыре И Родители И тренер Наш После Чего Когда Сели Мы Поехали Наверное Часа два Проехали Машина Сломалась То Это Вообще В поле И там Были Стандартные Платья Партнерша Моего Брата С Боа Там Со всеми Перем Я помню Что Мне хотелось Безумно Спать И я Заворачивался В это Ну В общем Машина Сломалась Вообще Никак Ее не было Восстановить Возможности И Мы Пошли В поле Искать Какой-то Дом Который Был Там С обогревом Это Что-то Типа Магазина Было И Получилось Так Большая Часть Ребят Пошли На ближайшую Станцию Вокзала И Уехали В Красноярск Я с братом Поехал В Томск И там Как раз Первый раз Увидел Рому Ковгана С Мариной Сергеевой На турнире Вот Слушай А вот Вообще Как у вас На тот Момент Вообще Происходили Передвижения Ваши Потому Как Ну Раньше Вообще Не было Такого Развитого Авиасообщения А мы знаем Что Красноярск Он сколько Четыре часа Лета От Москвы Да Совершенно верно Но на самом деле Это до сих пор Так и есть Это так и есть Потому что Для того Чтобы Поехать Куда-нибудь За Так скажем В Англию В Италию На любой Зарубежный турнир Нужно обязательно Лететь через Москву Это было Точно так же Раньше Но раньше Была Только одна Была только Одна Авиакомпания Косе Которая уже Не существует И Нам приходилось Лететь в Москву Четыре часа Естественно Там день Или несколько Часов Мы ждали Пересадку И переезжали Чаще всего В другой аэропорт И потом Летели Допустим В Англию На турнир Вот И Ну конечно Это изматывающе Было Потому что Конечно Мы Мы С Полиной Танцевали Мы Очень Хорошо Учились И Естественно Куча Учебников Мы с собой Таскали Постоянно В дорогу Перевес Ну как бы Да Окей Вов А Вот Вы начали Карьеру Как Ювеналы Правильно Ну Да Полиной Совершенно Да Вот А Немножко Ты можешь Рассказать Нам Нет Немножко Вов Ты нас слышишь? Слышу А звук? Вов Мы тебя Не слышим Ты наушники Точно Отключил? Ты нас Слышишь? Показывай Жест Вов Ты нас Слышишь? Нет? Не слышно Да? Давай Я не знаю Мне кажется У него наушники Та же проблема Как у нас Была Она Слышна? Скажите Пожалуйста Кто смотрит У кого Мы не слышим Тебя А нас Жень У кого Проблема с новым счастьем ребят нас слышно скажите пожалуйста нас слышно пить наушники больше не в прямом эфире ушел сейчас мы его обратно подключим да красноявку все-таки далеко вот там за полос да посмотреть и я думаю выйти ну тогда заново дальше начинаем вот он сибирский интернет животворящий самоликвидировался да так вот вов ты можешь примерно нам рассказать вообще в принципе ваших результатах с я думаю что будем брать тебя и полину да то есть каких результатов вы достигли я думаю самое знаковое конечно для нас это был скажем миллениум это 2000 год тогда мы выиграли все турниры это была германия италия естественно я беру самые крупные соревнования это червия манхайм естественно russian open чемпионат россии то есть на всех турнирах мы абсолютно всех выиграли это но на тот момент было здорово то что танцевали естественно двух федераций не было танцевали все вместе соответственно старались все пары перемещаться на все международные турниры и это конечно мотивировало я лично помню тебя с юниоров один я тогда но только-только вот начал там куда-то выезжайте в москву на турниры вот и я помню ты для меня было но ты тогда по моему выиграл тогда вроде еще францевич танцевал у тебя второй год второй год юниора 1 а я соответственно только туда перешел вот и вы для нас была такая но пара который мы как бы стремились да то есть вот они первые соответственно ну как-то нужно пытаться вот тянуться для них и тогда вас вернее да и я помню что вот это мои такие первые наверное воспоминания детства там вова филиппов такой жилеточки входит он бомбом бомбом там где-то это по-моему дружба опять-таки бои или цска было я уже не помню вот я помню что это был такой момент но на самом деле в этом смысле мне конечно очень повезло с полиной с особо благодарны благодарны с полиным родителям потому что но постоянно воспитывали в рамках того что мы нас не было задачи на какие-то определенные результаты мы у нас всегда была задача развиваться становиться лучше развиваться в своем конце и эти первые места они на самом деле приходили просто автоматически потому что у нас действительно постоянно был настроен на улучшение как думаешь потому как я вспоминаю свой так скажем вот путь да даже вот мы с сашей разговаривали даже вот дойдя до любителей то в принципе такого желания в результатах как такового не было да было лишь желание вот развить себя свою личность свои возможности ты согласишься конечно конечно на мой взгляд когда особенно когда мы выезжали за рубеж мне очень сильно хотелось чтобы на меня обратили внимание на нас полина обратили внимание танцоры уже потом суди педагоги которые на которых я равнялся которых смотрел маркус хилтон милы бобби донни бёрнс естественно мы ездили мы были счастлив тот момент потому что на всех турнирах на которые мы дали с полиной они присутствовали они судили нас и самое главное что для меня было большой часть большим счастьем если просто они в мою сторону посмотрели а потом я смотрел оценки они еще и неплохо нас оценивали я так понимаю так и случилось ну да да хотели бы тоже одну такую тему затронуть да вот есть такая фотография получит так это ты с полиной вместе на тот момент вообще легендой танца многократным так тогда уже на тот момент я не знаю а ну на тот момент он уже наверное и закончил правильно танцевание за то есть он уже тогда был четырнадцатикратным чемпионом мира это донни бёрнс и как говорит история да у вас с ним сложились очень такие тесные отношения и которые перенеся это на сегодняшнее время то это в принципе ну по мне это вообще просто невозможное что-то вот ты можешь немножко рассказать как произошло ваше знакомство и вообще что между вами происходило и сколько лет вам тогда было да это это история которая но я не знаю могу ли я назвать себя балованием судьбы но то что произошло тогда в тот момент на турнире в черви это было как раз таки в италии я помню прекрасно что мне очень хотелось чтобы донина посмотрел просто как-то оценил мой танец я помню прекрасно это было самбо и он так как-то эмоционально стал реагировать на это я думаю ну круто вообще мне такой заряд сколько сколько вам лет было я думаю что это было 12 лет потому что мы вышли только в юниоры это первый год юниоров был но полине наверно может быть было еще 11 мне 12 уже было 11 12 лет таки да да вот и мы танцевали весь турнир он судил нашу категорию юниоры 12 15 вот кстати как раз недавно кто-то выкладывать сергей выкладывал я делали пост этой истории и после турнира к нам подошел донни он предложил нам урок который впоследствии стал как раз таки в англии вот в бикле school of dancing которые потом занимались многие из тонны слез донни и у нас был первый урок абсолютно бесплатный как вчера помню это был посадоболь очень эмоционально мы тогда еще с еленой юрьевной прилетели в англию он сказал я вообще не пускаю учителей говорит но сегодня сделаю исключение и у нас был этот урок после этого мы приехали на турнир в москву и все говорили а что у вас случилось посадоблем он прям кардинально изменился но вот на вот этих эмоциях на вот эта энергетика которую он передал наверное каждый урок был с ним такой в дальнейшем он позвал у нас с лакарин это дачи open который после с лакарина перешел вас и он нас попросил ассистировать я не помню конечно что мы там танцевали чтобы танцевали и он подошел спросил а ю мэрид а я тогда дала одну одну фразу от кого-то выучил little bit ну я ему сказал little bit и он после этого говорил каждому потому что говорит я тоже хотел поговорить каждому little bit merit и дальнейшая история была с доней очень странная потому что меня честно говоря очень часто ругали за это потому что какими-то странными обстоятельствами когда донни появлялся в зале даже если он не оценивал этот турнир даже могу сказать это был один из последних турниров когда может быть мы спали на танцевали он появился совершенно случайно это было лос-анджелес гранд слэм по идее он там вообще никак не должен был быть потому что через неделю был турнир в майами который которому он имел отношение как организатор и он появляется в зале и каждый раз когда он появлялся я не знаю между то перещелкивало и у меня танец совершенно выравнился даже если весь день был плохой я не знаю может быть это влияло как-то я не хотел его опозорить что он имел отношение ко мне или это просто эмоциональная была подпитка для меня но абсолютно точно я сам по себе помню танцевал всегда лучше когда он был за сейчас доня имеет влияние на многих людей вот я уже не будем говорить о молодых ребятах до твоего возраста тогда вот а слушай а вот еще бы хотелось бы вообще в принципе вот поговорить о вот таком взаимоотношении вашим потому как ну по мне это вашу сторону было очень не эксклюзивно и очень показательно мне кажется что такой человек как донни бёрнс вообще обратил на вас внимание а вы будучи тогда детьми всего лишь 11 12 лет и он сам в принципе да получается предложил вам урок урок да он был бесплатным но потом насколько я знаю что несколько лет вы с ним занимались и он как бы каждый раз когда вы ему предлагали деньги за урок он как бы отмахивался и грубо говоря брал ночевые только да так и есть бывало даже когда мы с полиной начинали ездить самостоятельно лондон мы сталкивались с такими проблемами я думаю многие кто передвигался на поездах на уроке знали что в субботу воскресенье всегда там забастовки и можно просто-напросто опоздать или вообще не появиться на уроке и у нас было несколько таких случаев и учитывая что до не работает всего лишь 40 минут мы приехали на 15 минут при этом 15 минут были потрясающие самбы мы сделали столько много что это действительно повлияло дальнейшем на турнир это было было перед интернешном и я тоже хожу говорит они давай мы рассчитаемся вообще не стоит платить за это и так было несколько раз чаще всего это действительно были какие-то небольшие деньги и раз когда я подходил говорит дони но я же вижу что там например тот момент мы занимались очень часто в зале был слава с кариной дима я спрашиваю говорю но они платят там больше да не говорит это профессионал потом видел как дима демида просчитывается я говорю тоже ну доня это как я считаю что-то неправильно вот поэтому я не знаю насколько это правда конечно были такие разговоры о том что дони всегда видел что полинины родители всегда на турнире присутствует моих родителей он не видел и он говорит ну там шутку шутку тони всегда говорил о том что может быть его стоит усыновить но это я узнал впоследствии то он мне говорил рассказывал эту историю и ты так вот ну слушай круто а как ты вообще вот ну потому что мне кажется это интересная тема я думаю что даже многие тренера или многие люди которые выращивают молодое поколение я думаю что для них это будет тоже интересно и познательно вообще узнать что вот даже такие люди легендарные как дони бёрнс да в свою очередь тоже таким грубо говоря это практиковал потому как мы нередко встречаем на своем пути очень талантливых танцоров вот и ну как ты знаешь что в принципе и ты это делаешь и мы это делаем да то есть мы всегда готовы пойти навстречу действительно талантливым людям вот как ты вообще смотришь на это я думаю что конечно когда когда ученик приходит и я не знаю я не могу говорить со своей стороны но только я увижу конечно уже в своих учениках когда они приходят и они не пустые у них есть какое-то желание у есть вот это вот молодая энергетика молодого и желание которое конечно приветствуется то я я только за просто это действительно это это нужно поощрять потому что на самом деле я не знаю конечно как санкт-петербурге сейчас но сибири к сожалению сейчас не так много по крайней мере с кем я сталкиваюсь которые тебе запомнились потому как ну мы в принципе на них вместе выступали если ты помнишь что раньше были такие турниры с которых мы сейчас только можем видео посмотреть это были такие запоминающиеся турниры как червия как селфи классика в ирландии как майами вот эти турниры для тебя как-то остались в памяти да конечно конечно но естественно в первую очередь это ирландия потому что мне кажется все там танцевали да в принципе нет ни одного турнира которые вот сейчас перечислил чтобы мы не пересекали все вместе втроем но это естественно в первую очередь ирландия германия и италия наверное так да да но но самое яркое для меня это все-таки червя турнир который проводили лала и альберто де лорто это наверное но я думаю для многих это очень такой знаковый турнир во первых для меня он был потому что это первый раз когда я вообще куда-то выехал за рубеж и естественно все вот эти ощущения были достаточно яркие я помню первый мой год когда я попал туда я увидел ни на он танцевал в юниорах первый год у него был леопардовый костюм для меня сразу было этот шоком потому что туфли леопардовые брюки леопардовые рубашка и у него еще от челки шла такая линия волос которая была мульти колор такого разного цвета и тогда еще стэфана де филиппа танцевал стандарт но с первого из второго тура вылетел но как бы вот этих ребят я запомнил сразу же первого раза потому что но не крутились много было бы было бы прикольно если я так умел до сих пор учусь получается совсем полина пишет чтобы ты рассказал про майами про red bull про то как вы ругались на парке это крутая история отойду от черви это было очень прикольно потому что мы приехали мне казалось что это было у санжелес ну и важно мы приехали в италию очень хотелось пить мы пошли за водой ближайшее что мы нашли это было автозаправка на которой был целый стеллаж и только энергетики мы естественно взяли то что более-менее знали это был вот естественно нас нас вырубила с полина наверно где-то в час дня я по крайней мере показывает что я сплю слышу полина ходит и она говорит я хочу пить в общем она напилась ночью она взяла red bull и естественно она до утра сидела и не спала выходя на турнир и захотелось спать то есть это вообще эта история с людьми часовыми поясами это было убийством ну в общем вот вот так вот мы за водичкой сходили это было да ну а дальше собственно говоря сам турнир то как прошел потому что я помню я на нем был я помню кстати тогда вообще странно было что у вас паркет посыпали порошком была такая прикольная пара артема хрименко саши нелюбиной вот турнир был вообще конечно оттас во-первых естественно с этим рэдболом история полине весь турнир было плохо начался турнир с того что у нас был не основной зал потому что был тайфун на тот момент тайфуны назывались русскими именами там катрин иван был что-то еще я не помню как в тот момент назывался в общем нас поместили в какой-то холл зал был небольшой если если вы помните в манхайме был внизу который зал очень похожий светлопаркет и мы как обычно как чаще всего танцоры делать используем воду 3 у нас второй заход был у нелюбиной 1 и она так натерла что когда вышла танцевать после чичича я смотрю у нее уже от обуви заре идут от этого ариэля я помню что это было рель и сыпали рель и они оба грохнулись на спину там через 30 секунд своего танцевания но вот мы когда вышли в чаще до турнир был очень тяжело давался кстати там донни был он тогда не помог потому что студии в студии появился ариэль да да на тот момент мы долго не выигрывали там танцевал кажется марк балос мы его тогда выиграли если мне не изменяет память вот при том что танцевал знаете все таки помогло это из разряда как вот руслан рассказал что у него руки не держались вот наверное так же у нас турнир был по полина в полуфинале выбежала она мне говорит после второго танца после самбо она говорит что ее тошнит я говорю полина надо нельзя уходить с площадки нужно до танцевать и я помню что после посадобля на все-таки побежала там в углу стояла такая огромная урна в общем но полина вернулась она тоже делала да большую урну расскажи ну наверно немножко дальше да уже пойдем когда пошло такое более сильное наверное да разделение между двумя федерациями вот в итоге выпал выбор пал на wdc как происходил вообще этот выбор ну потому что донни бёрнс или какие вообще были мысли на тот момент на самом деле было здорово когда можно было танцевать такие турниры как тот же манхайм когда в панели стояли эспен донни и на тот момент еще был живой симонов и я помню как насколько это влияло когда там допустим симонов ставит седьмое а донни первое и донни так из-за угла выпал в следующем танце симонов такой четвертое и потом уже первое то есть постепенно он уже понял что это надо как-то это иначе вот и на самом деле это классно было впоследствии да происходило вот это разделение и ну естественно само собой разумеющественно приходилось выбирать в пользу не чтобы это нужно было делать наши учителя мои учителя они все естественно были в wdc и было бы поддержать другую федерацию потому что я продолжал заниматься с этими учителями я не мог не остановиться ездить в англию потому что я и в принципе сейчас так делаю потому что учеников я я ученикам говорю что нужно туда поехать поэтому тут даже выбора особо не было в принципе вырос на той системе и как-то получается что твой выбор он понятен да даже могу сказать так что я это особое ощутим когда мы были в дании когда я танцевал зии то да не очень хорошо поддерживать вообще спорт но именно спорт с точки зрения как официального какого-то допустим олимпийского движения или не олимпийских видов спорта и соответственно на тот момент команда дании приняла решение поехать вас хотя не было конкретного запрета была лишь рекомендация вот как сейчас например самоликвидация вот и я помню что до не делал лекцию это как раз была под песню майкла джексона что вся датская команда приняла решение бойкотировать национальный чемпионат мы вышли без номеров тогда танцевать мартина за не было то троллс мы и все танцевали без номеров вот мы танцевали все пять танцев и все сделали поклон и после этого мы танцевали вот эту румбу которая мне кажется даже в ютюбе где то есть просто лишь говоря о том что мы хотим танцевать и турниры которые мы хотим танцевать прикольно что но это получается что вы как танцоры правильно вы вместе были вы были как одно движение как ты думаешь в россии это возможно я очень надеюсь что во первых сейчас нет такого запрета который как раньше было я помню это за дело кирилла он вроде был дисклифа дисклифицирован некоторые ребята из питера были дисклифицированы после турнира в астоне но сейчас нету запрета и я не знаю почему никто не хочет ездить потому что сейчас на самом деле такое на шикарное время для танцоров потому что я вот на самом деле с определенной тоской смотрю на турниры которые вы проводите женя с полиной в москве никита турнир проводит это потрясающие классные турниры на которых реально в удовольствие танцевать и естественно я как зритель на это обращаю внимание и мне очень жалко что некоторые танцоры не хотят присоединиться потому что но я не знаю почему настолько узко все смотрят на танцевание только исключительно класс а очков какого-то места они развития и не изучение себя но я думаю это конечно зависит в первую очередь очки класса это же нужно для но слушай как ты правильно заметил что до за последние наверное год-два идет такая тенденция что в принципе танцоры пары из разных федераций они все равно стараются участвовать ну я знаю что танцоры из ртс да участвует и там и в латинском квартале и на вашем опен также как в принципе танцоры из фтсара да они также и у нас на турнирах некоторые танцуют но это конечно приятно понятно что это количество но такое очень минимальное но все равно с чего-то мы всегда должны начинать как было бы да классно посмотреть ну например всех любителей вместе как бы это конечно классно но здесь я уверен что здесь очень много всяких но и так далее вот и к сожалению это мы не доживем до этого вот слушай нам давай я просто наверное завершение просто хотел бы тоже сказать конечно к тренерам к родителям танцоров чтобы они конечно в первую очередь думали и слушали учителей конечно для родителей для танцоров но чуть-чуть раскрыли свой кругозор и посмотрели в пользу классных хороших турниров да спасибо вов очень на самом деле я уверен что многим зрителям было интересно послушать ваше вообще твое личное становление да и некоторые такие интересные очень истории связанные вообще с легендами танцами танца это я уверен не могло не отразиться вообще на тебе как на становление личности и на твоем и как тренерском опыте и так далее сейчас вот поэтому я тебя всегда вижу когда ты работаешь то есть я кстати хочешь вов я тебе признаюсь помнишь мы тогда в свое время даже танком по моему тогда занимались вместе все в рейте в санкт-петербурге вот и на самом деле я вот на на тебя смотрел и многому учился вот поэтому вовка ты к нам вернешься да ты вернулся вот поэтому я думаю что это супер и я думаю самое главное здесь такое послание для всех это что чем больше вы вкладываете в свое развитие в создание своего крепкого фундамента вот собственно но у него опять звук пропал да вовка спасибо большое ты нас не слышишь спокойной ночи давай ребят мы сейчас отключаемся заново включаемся и выходим в их и и и